Бетонный пол и голые стены. Это все, что есть у Сынии Батыршиной. Чтобы купить этот дом, три года назад женщина продала в Казани две квартиры. Идти теперь ей некуда. Вот и живет пенсионерка без газа, света и воды. Вот как можно прожить, как можно на пенсию 10 500 прожить, и чтобы оплачивая съемное жилье. Не знаю, как вот. Обидно, больно. Для меня это вообще смертельный случай. Возраст у меня, как говорится, извините, пожалуйста, 68 лет. Работы нет. Я не могу уже работать в таком возрасте. Ни кредиты взять. Ничего мы не можем тому, что регистрации нет. В такой же ситуации оказались еще 23 семьи. Они продали все свое имущество, мечтая о жизни в своем доме. Если в шести домах по первой линии хотя бы есть временное электричество и водопровод, и там хоть как-то можно жить, то жители других шести домов, которые находятся на второй линии, полностью оторваны от всех коммуникаций и вынуждены снимать квартиры в городе. Построить счастливое будущее людям обещала компания «Татарстан». Но полтора года назад работы встали. И выяснилось, что земля в собственности исполкома Казани. Просто договора юристам. Они проверяют, все хорошо, земля есть, все есть. Оформлено на Вараксину, на генеральный директор строительной фирмы «Татарстан». Люди вложили все суммы, которые кто продал квартиры, кто что. И вот в каком виде эти все квартиры стоят. Без окон, без дверей, без ничего. Вот мы своими собственными силами достраивали дом. Полтора года назад исполком Казани попросил у людей освободить эти земли. С тех пор идут судебные тяжбы. «Я все суды прошла, все прошла. Осталась на улице сто месяцев. Снимать. Не знаю, как вот». Сейчас десятки людей готовы пойти на беспрецедентный шаг. Они просят у муниципалитетов во второй раз продать им эти земли. Ведь дома уже построены. «Хотелось бы, чтобы они пошли навстречу и разрешили выкупить нам повторно этот участок. Так как у нас там уже стоят какие-то строения, и сносить то, что есть последнее. Ну, собственность или война. Ну, как-то дать возможность нам оформить эти дома и жить, заехать». «Я очень прошу администрацию города пойти навстречу, изыскать возможности людям не остаться на улице». «Нас просто обманули. Ну, во-первых, надежду, наверное, на будущее даже не знаю. Если нам город не поможет приобрести эти земли, наказать их людей». Очередное судебное заседание вновь закончилось ничем. Слушание дела перенесли из-за того, что не явилась генеральный директор строительной компании «Татарстан» госпожа Вараксина. Сейчас семьи, которые вынуждены жить в недостроенных домах на птичьих правах, готовятся к зиме. Дома будут отапливать дровами. Хотя люди и понимают, что возможно, до начала зимы им отсюда придется съехать.